В марте этого года стартует всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда». Инициированный президентом России Владимиром Путиным федеральный проект формирования комфортной городской среды стал одним из наиболее успешных и эффективных проектов, которые сегодня реализуются в нашей стране. Его цель – создание нового облика населенных пунктов, в том числе малочисленных и удаленных от районного центра, а также активное вовлечение граждан в благоустройство своей малой родины. Для этого ежегодно на онлайн-платформе 23.городсреда.ру каждый житель Краснодарского края в возрасте от 14 лет сможет отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству, который будет реализован в приоритетном порядке в следующем году. Жители Славянского района уже принимали участие в таком голосовании, по результатам которого в Славянске-на-Кубани благоустроен Северный парк общей площадью 8 гектаров. Сегодня это одно из самых востребованных жителями мест отдыха. Территория распланирована с учетом пожеланий славянцев. Созданы прогулочные, спортивные и детские игровые секторы, живой уголок, где содержатся различные виды птиц и страусы. Благодаря государственной программе здесь создана именно та комфортная среда, которая отвечает потребностям жителей любого возраста, от малышей до пенсионеров. По-моему, стало место отдыха, хорошего, приятного отдыха, проведения с близкими, с внуками. В общем, прекрасный парк. Здесь прекрасные аттракционы, очень много их, они бесплатные. С детьми сюда посещаем парк каждую неделю, причем каждые выходные. Беру сюда и дочку, и племянника беру. Очень им здесь нравится. Большое спасибо городу, всем, кто принимал в этом участие. В первую очередь, конечно, строителям, которые на совесть сделали это. Видно, что сделано здесь все добротно, на совесть. Реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» должны были завершить в этом году. Но ввиду его большой эффективности и активной позиции жителей в благоустройстве населенных пунктов, президентам было принято решение продлить его действия до 2030 года.